В составе выставки более 600 музейных предметов, фотоматериалов, документов из собрания историко-архитектурного музея и государственного архива. Все об истории кустарной промышленности, зарождении предпринимательства, особенностях технологий и художественного творчества. Мы хотели показать ту работу, большую работу Рязанского губернского земства по поддержке кустарной промышленности Рязанской губернии. Был образован музей, кустарный музей Рязанского губернского земства в 1913 году. И собрание его стало основой богатейшей иконографической коллекции современного музея-заповедника. Первостепенную роль в кустарных промыслах играла доступность сырья. То, что сегодня стало произведениями искусства, когда-то было средством пропитания. Крестьяне, не покладая рук, мастерили, чтобы жить. И создавали прекрасное, а сами того не зная, воплощали культуру и красоту души целого народа. Среди экспонатов уникальные серии фотоснимков с изображениями рязанских кустарей. Плотников, бондарей, гончаров, ткачей, корзинщиков, вышивальщиц, кружевниц, иконников и живописцев и многих других мастеров. Среди экспонатов также есть материал о неизвестном и к написанным промысле в селе Солоча. Но неизвестен он нам сегодня. На рубеже 19-20 веков это был большой промысел, поставимый по уровню производства и создания икон и картин на регулигозной тему церковной живописи с промыслом Палиха и Нестеры. И благодаря архивным данным, благодаря сотрудничеству с государственным архивом Рязанской области нам удалось выявить материалы о существовании этого иконописного промысла. Посетители смогут узнать, какие образцы ремесла можно было увидеть на Всероссийской выставке в Петербурге и на первой экспозиции кустарного музея, который открылся в Рязани на улице Соборной в доме Ланина в декабре 1913 года. Выставка на самом деле родилась из необходимости показывать свои коллекции на тот момент, когда у нас, собственно, закрыта этнографическая экспозиция, которая работала долгие годы в певческом корпусе Рязанского Кремля. К сожалению, весной она была закрыта и уже не возобновится. В 1919 году Кустарный земский музей был признан отделением, отделом Рязанского областного музея, кустарным отделом. Он влился в коллекцию, но не растворился, сохранил свое лицо, свой неповторимый облик. И вот это сегодня мы демонстрируем в зале. Особый интерес представляет коллекция народной одежды кустарного музея. Она состоит в отделе домашних рукоделий, а также образцы ткачества, набойки и кружева, в том числе цветное Михайловское. Уникальные этнографические куклы из собрания Рязанского кустарного музея, в точно воспроизводящих одеяния различных уездов Рязанской губернии и костюмах. Эти куклы сто лет назад участвовали в выставке в Берлине в Русском павильоне, а сегодня их можно видеть в зале Кремля. Выставка рассчитана на широкую аудиторию посетителей и доступна по Пушкинской карте. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».